До сих пор больно. Все эти дни вообще находились на успокоительных, потому что жалко писать на самом деле. Так очень жестоко. Там такие раны были, глубокие. Но получается не то, что полоснамил, но его колол. Такого предательства от своих хозяев пёс по кличке Барон точно не ожидал. Последние полтора года своей жизни он был членом их семьи, отличался дружелюбным нравом. Вы согласны с тем, что он же пояснил в полиции то, что якобы собака на него кинулся, и за это ему пришлось защищаться? Нет. Я не согласна категорически с этим. Потому что знаю данного пса, знаю его характер, знаю все его болячки, чем он болел. Барон был очень спокойный. Никакую агрессию он ни к людям, ни к детям никогда не проявлял. Характер у него был сдержанный, воспитанный он был. Трагедия разыгралась 7 января. 25-летний мужчина сначала избил Барона, достался другому питомцу Шарпею по кличке Герда. Позже на ней ветеринары тоже обнаружат следы побоев. На этом Нижнекамец, находясь в подпитии, не остановился. В подъезде он истыкал собаку ножом. Кровь была везде. Соседи слышали душераздирающий виск животных и вызвали полицию. Сама Екатерина сказала о том, что когда приехала полиция, когда вызвали первую помощь, оказали как раз таки полиция, перебинтовали пса. Но почему они не забрали на тот момент Сергея? Вопрос остается открытым. Мы не знаем на него ответа. И это все произошло ночью. И получается, что более 12 часов пёс находился с ними, и они видели, как он истекает кровью. Объяснить поведение супруга женщина не смогла. Волонтерам она пояснила лишь то, что мужчину переклинило. В набережных Челнах барона пытались спасти. Наложили швы, но сердце собаки не выдержало и перестало биться. В этот же день волонтеры написали в полицию заявление. Сейчас это дело находится на особом контроле прокуратуры. Мы будем биться до последнего, чтобы человек, который совершил вот это злодеяние, понес действительно наказание. И наказание в рамках закона. У нас в Нижнекамске это не первый случай, когда над животным издевается и все сходит с рук. Нет. Пора вытащить, выковырять этот закон. И все-таки этот закон должен работать в правильном направлении. Захоронить барона пока не получилось. Тело собаки находится на экспертизе в Казани. Хозяева же, почуя жареное, бросились в бега. По информации из наших собственных источников, сейчас они находятся в Челнах. Известный мужчина, который изрезал животное ножом, родом из Волгограда. В Нижнекамске он работал на одном из градообразующих предприятий. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.